МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это могила короля кунг-фу и знаменитого актёра Брюса Ли. Она находится в Сиэтле. На протяжении уже почти 40 лет сюда приезжают тысячи поклонников только для того, чтобы почтить память великого мастера. Еще при жизни Брюс Ли стал человеком-легендой и кумиром целого поколения. Он был единственным в мире, кто мог держать 32-килограммовую гирю на вытянутых руках почти 40 минут. Единственным, кто всего двумя пальцами отбрасывал противника на целый метр. Только Брюс Ли совершал удары за 0,05 доли секунды, зафиксировать которые не удавалось даже видеоаппаратурой. Ни один человек в мире не может повторить этого до сих пор. Брюс Ли. Кто? Сверхчеловек или боец, достигший всего своим потом и кровью? И почему его смерть до сих пор остается загадкой? Внезапная смерть Брюса Ли, знаменитого актера, мастера боевых искусств, абсолютно здорового, а главное, совсем еще не старого человека, которому было всего 32 года, буквально шокировало его поклонников. Еще больше повергла их в шок причина смерти кумира. Возможный отек мозга. Это цитата из заключения патологоанатомов. Она именно так и звучала. Возможный отек мозга. Этот возможный отек, по мнению судмедэкспертов, наступил от таблетки аспирина, которую накануне Брюс Ли принял от головной боли. В этой таблетке якобы содержались химические вещества, которые вызвали сильнейшую аллергическую реакцию, которая и спровоцировала мгновенный отек. Я думаю, это была банальная аллергическая реакция на препарат, вот этот обезболивающий. Мне просто как врачу доводилось видеть, как люди умирают от укусов пчелы, просто здоровые, крепкие мужики, просто вот минуты две-три и все. Приезжает бригада реанимации, ничего сделать не могут. В то, что Брюс Ли мог скончаться от таблетки аспирина, многие его поклонники не верят до сих пор. Во-первых, потому что скорая помощь почему-то повезла актера не в ближайшую к его дому больницу, а в госпиталь королевы Елизаветы, находящейся на другом конце города, из-за чего было потеряно драгоценное время. Во-вторых, потому что вскрытие тела произвели только через 36 часов после смерти актера. Ну и самое главное, всего через несколько дней после похорон Брюса Ли таинственно исчез акт судебно-медицинской экспертизы, где патологоанатомы констатировали возможный отек мозга. Ходит очень много легенд, что это удар от срочной смерти, и одно, другое, третье. По мнению многих поклонников Брюса Ли, их кумир умер не своей смертью. Его убили. На съемках последнего фильма к нему подошел неизвестный человек из массовки и внезапно ударил по голове. Брюс Ли потерял сознание. Об этом случае вскоре все забыли и вспомнили лишь после смерти актера. Поклонники утверждают, актеру был нанесен удар по так называемой технике Дим Мак. Это искусство отсроченной смерти, которое в средние века практиковали японские наемные убийцы. Синоби. Киллера же, по их мнению, наняла всесильная гонконгская триада за то, что Брюс Ли выдавал уникальные секреты кунг-фу. Сегодня, спустя почти 40 лет после загадочной смерти Брюса Ли, эту версию косвенно подтверждает и его вдова Линда Ли Кедрилл. Линда вспоминает, как один из представителей, недовольный Брюсом китайской диаспоры, вызвал его на бой. Брюсу бросили вызов. Он пообещал, если проиграет бой, то больше никогда не будет раскрывать секреты кунг-фу не китайцам. Хорошо помню тот поединок. Он длился всего три минуты и больше напоминал догонялки. Противник, а это был один из лучших мастеров кунг-фу того времени, метался по рингу, убегая от Брюса, пока тот, наконец, не достиг его и не поверг. Это редкие кадры. Они сняты в 1967 году. На них Брюс Ли демонстрирует просто невероятные вещи. Это его коронный прием. Толчок в один дюйм. Двумя пальцами, находящимися всего в паре сантиметров от противника, он буквально отбрасывает его на метр. По мнению поклонников Брюса Ли, именно этот прием был частью какой-то секретной техники, за которую кумир, возможно, и поплатился жизнью. А на этих кадрах, обратите внимание, прямо на глазах публики, таким же ударом в один дюйм Брюс Ли буквально раскалывает толстую деревянную доску. Без малейшего замаха. И это при том, что, по словам специалистов, разбить доску с такого маленького расстояния просто невозможно. Я не видел, что кто-то это повторял. Я думаю, что учить это невозможно. Скорость ударов Брюса Ли была такой, что телевизионной аппаратурой 60-х годов их просто не удавалось зафиксировать. Посмотрите внимательно. Противник просто не успевает среагировать на такой молниеносный выпад. Впрочем, многие специалисты уверены, никаких полумистических тайн кунг-фу, которые мог бы выдать Брюс Ли, не существует. А своему потрясающему мастерству Ли обязан только постоянным тренировкам и природному таланту. Я думаю, это есть следствие уникальных качеств Брюса Ли. Его уникальной скорости, его уникальной реакции, которую невозможно развить. Это большое спасибо его папе и маме. Брюс Ли практиковал технику винчон. Этот стиль ориентирован только на поединок. Здесь для бойца важны не духовные практики, как в других восточных единоборствах, а только жесткость, практичность и короткие сроки освоения техники. Именно поэтому в винчон нет внешне эффектных, но размашистых ударов. Все, что не нужно для боя, в винчон отбрасывается. Винчон, это... Именно он ориентирован на быструю победу и на бой на ближней дистанции. На дистанции практически вытянутой руки или клинч. То есть это особенность телевинчон и его направленность. Здесь практикуются только быстрые и компактные перемещения, молниеносные атаки руками и низкие удары ногами с маленькой дистанции. К примеру, вот таким коротким, но мощным толчком ноги можно сломать колено противника. Это дом Брюса Ли. Он находится на улице Нейтан Роот в Гонконге. Сегодня здесь находится музей. Именно отсюда, почти 60 лет назад, слабенький и худощавый подросток начал бегать на тренировке, отрабатывая удары на каждом дереве, встреченном на пути. Азы кунг-фу Брюс Ли начал постигать в 13 лет в школе знаменитого мастера Ип Мана, куда его отдали родители, согласившись платить немалые по тем временам деньги 12 гонконгских долларов за один урок. Тренировки в школе Ип Мана отличались предельной жесткостью. Ежедневный бег на 5 километров, сотни отжиманий, удары по мешку с песком, акробатика и контактные бои. Но именно благодаря этому субтильный, даже по китайским меркам, Брюс смог довести свою технику до совершенства. И доказать, что большие мышцы еще не значат сильные мышцы. По одной из версий, в 17 лет в одной из уличных драк Брюс Ли покалечил нескольких бандитов знаменитой гонконгской мафии Триады. Опасаясь мести, родители отправили Брюса в Америку, где он открыл собственную школу единоборств. Именно здесь мастера кунг-фу заметили кинопродюсеры, предложив показать свое удивительное искусство в кино. Уже через несколько лет на счету Брюса было более 30 фильмов и сотни тысяч поклонников по всему миру. А цены на индивидуальные уроки кунг-фу от самого Брюса Ли благодаря известности мастера выросли в десятки раз и иногда доходили до 500 долларов за занятия. Даже по нынешним ценам это баснословная сумма. Брюс Ли в самом деле имел свою группу учеников в Америке. И он понял, будучи, скажем, очень дальновидным человеком, молодым, но очень дальновидным, понял перспективу вхождения кунг-фу на американский рынок. Он понял, что это будет пользоваться огромным интересом. И он, ну что он говорит, он пытался заработать на этом и денег, и хотел славы, наверное, я думаю. Глупо было бы этим не воспользоваться. Несмотря на огромную популярность Брюса Ли, документальных съемок с ним практически не сохранилось. Вот одно из немногих его интервью. Оно было записано в 1971 году в Гонконге, всего за два года до смерти актера. Долгое время эта запись считалась утерянной. Я считаю, что любое знание автоматически означает и самопознание. Когда я преподаю боевые искусства, я учу не только защищаться, но и самовыражаться, через движение, контролировать свой гнев, владеть искусством концентрации, самоконтроля. Ученики платят мне за то, чтобы я в состязательной форме показал им искусство самовыражения через человеческое тело. Удивительно, но по легенде стиль, который практиковал Брюс Ли, был изобретен женщиной. Это была единственная монахиня, сожженного в 18 веке Шаолиньского монастыря. Воинствующая монахиня разработала простые, но эффективные в бою приемы, которым можно было бы научиться за короткое время. А потом передала свое искусство китайской девушке по имени Винчунь. Впоследствии этому стилю Винчунь обучила своего мужа, актера китайской оперы. И он назвал единоборство в честь нее. Винчун. Искусство Винчун было секретным и тайно передавалось от одного семейного клана другому. Так было до тех пор, пока наследником Винчун не стал 16-й по счету человек. Это и был китайский мастер единоборств Ип Ман, учитель Брюса Ли. Он рассекретил этот стиль для всех китайцев. В Фашане, который был в Фашане Винчунь, Ип Ман превратил ее в большую массовую школу, в которой были сотни учеников. Поэтому да, в Гонконге Винчунь это один из самых популярных стилей наряду с другими. И это сделал Ип Ман. Одним ударом открытой ладони мастер Винчунь может вызвать у противника сотрясение мозга, а знаменитые толчки в один дюйм могут иметь проникающий эффект с поражением внутренних органов противника. Против вот такого толчка ни один блок неэффективен. Ведь ударов с короткой дистанции без замаха в мире единоборств просто не существует. Если мы вспоминаем теперь хронику, когда Брюс Ли производит этот удар, это удар с очень близкого расстояния. Конечно, такой удар блокировать невозможно. Чак Норрис, старый друг Брюс Ли, с этим не согласен. Он уверен, если бы ему пришлось встретиться с Брюсом Ли в реальном, а не в постановочном бою, то он обязательно бы его победил. Долгое время у поклонников единоборств существовал спор, кто сильнее, Чак Норрис или Брюс Ли. Так вот, сам Чак Норрис считает, что он всегда был намного профессиональней своего оппонента. Сегодня сложно сказать, кто же был более сильным бойцом, Брюс Ли или Чак Норрис. Ведь эти мастера сходились только в постановочных боях на съемочной площадке, а не в реальных схватках. Однако в 60-е годы одержать победу над Чаком Норрисом на ринге действительно было непросто. Ведь он целых 7 лет удерживал титул чемпиона мира по контактному карате. Это турнир по контактному карате 1967 года. Слева на ринге Чак Норрис. Это один из первых его боев. Он выступает против будущего 12-кратного чемпиона мира по карате Джо Льюиса. В бою с Льюисом Чак Норрис активно применяет технику корейского боевого искусства тамсудо. Для него характерны удары ногами выше пояса. То, что вы сейчас видите на экране. Именно высокий удар ногой вскоре станет визитной карточкой Норриса. Именно этот удар через год после боя с Льюисом поможет ему стать чемпионом мира по карате и удерживать это звание в течение семи лет. Тот, кто, скажем, любит творчество Чака Норриса, я имею в виду художественные фильмы, он постоянно видит удар у Румава Шигеля. То есть удар разворотом через спину по дуге. Очень сложный удар для реального исполнения в жизни. Хотя на сравнении по Кику Синькай, когда люди выходят все, да, участники, достаточно высокого уровня, налево-направо там людей этим ударом отправляют в нокаут. Эффектные удары у Румаваши, то есть ногой в голову, Норрис обычно демонстрирует в своих фильмах. Однако в классическом японском карате таким ударом уделяется всего лишь 20% техники. Ведь несмотря на распространенное мнение о том, что карате это искусство бить ногами, в основном в этом единоборстве применяются руки. Павел Павлов практикует ведущий стиль японского карате. Он называется сёто-кан. Специалист уверен, неважно, какую технику вы применяете в карате, удары ногами или руками. Главное здесь умение очень быстро входить в контакт с противником с очень длинной дистанцией, которая может достигать трех метров. А после мгновенной и неожиданной атаки также быстро отступать назад. так каратист оказывается вне зоны досягаемости противника. Я видел, как люди входили где-то два с половиной три метра, врывались дистанцию человека. каратист. То есть человек не ждёт. Две вещи, которые тренируют японцы, именно современное японское карате, это скорость и неожиданность. Вот так выглядят техники японского карате. Это самая элементарная защита от классического кулаком в лицо. Пошло движение. Блок, как удар по локтевому сгибу. Далее идёт удар. Пах. Кулаком сверху вниз. Атоши дзуки и уракен. Этот приём выполняется не в три движения, как может показаться на первый взгляд, а в одно и молниеносное. В реальном бою эта связка выглядит вот так. А вот для того, чтобы повторить это, способностей каратиста будет маловато. В Шаолине такой приём называют алмазный палец. Монах принимает стойку и начинает балансировать на одном пальце. Даже обладая невероятной силой и ловкостью, никто не может повторить подобного. Сустав по всем законам физики должен просто вывихнуться под массой тела. А вот это выглядит не менее поразительно. Это не монтаж, не постановка и не трюк иллюзиониста. Это реальные кадры, снятые в Китае в Шаолинском монастыре. Колыбели всех существующих сегодня восточных единоборств. Одним крупным планом камера фиксирует в замедленном действии уникальную способность монаха. Поразительно, но он насквозь пробивает стекло, просто метнув в него швейную иглу. Такое сверхъестественное искусство мастера Ушу, то есть в буквальном переводе с китайского единоборств, объясняют способностью управлять собственной внутренней энергией. В Китае эту энергию называют ци, а само искусство цигун. Это один из немногих, кто в совершенстве владеет техниками цигун. Мастер Шейнджи. Сейчас на ваших глазах он ребром денежной купюры сломает две деревянные палочки для еды, хотя это и кажется невозможным. Даже на замедленной съемке видно, скорость удара настолько высока, что камера просто не способна его отследить. Несомненно, одно, мастер делает это именно ребром 500-рублевой купюры. Специалисты утверждают, это фокус. Шейнджи делает это выставленным в последний момент пальцем, однако на замедленных кадрах съемки пальца мы так и не увидели. Мои односельчане очень любят этот трюк. Они ловят свинью, а я отрубаю ей купюры хвост. Шейнджи признается, этот прием не самый сложный. Для всего лишь сконцентрировать всю свою внутреннюю энергию и как бы передать ее тому предмету, который ты используешь в качестве оружия. Кроме Шейнджи во всем мире повторить подобное может всего лишь один человек. Китайский мастер Сюи Минтан. Минтан утверждает, он постиг цигун на таком уровне, что это искусство позволяет ему даже ходить по воде. Возможно ли это на самом деле или секреты хождения по воде и полетов над пропастью всего лишь легенды средних веков? Мы спросили у одного из лучших учеников Шейнджи Бориса Бойко. Это уже более высокие уровни. Человек может летать и не так как приподниматься и потом аккуратненько опять сесть, а просто как птица летать свободно, как показывают в китайских фильмах. Там и хождение по воде и так далее это все есть, надо побольше просто позаниматься. Но хождение это очень уже много надо заниматься. А вот пробежаться по поверхности воды это тоже вполне реально. То есть нормальный любой человек современный может прозанимавшись несколько лет добиться это кадры из телесериала «Последний секрет мастера». Он снимался в Китае. По сценарию героям, мастерам кунг-фу приходится выполнять вот такие трюки. Они пролетают над лесом и делают фантастические сальто в воздухе. На экране это выглядит если нереалистично, то по меньшей мере зрелищно. А вот так снимались эти зрелищные сцены. Это кадры со съемочной площадки. Актеры работают под руководством постановщика трюков со специальным оборудованием. Взмывать в воздух на съемочной площадке им помогают вот такие подвесные системы с мощными тросами. Те, кто постигал тайны цигун в Шаолине в один голос утверждают настоящие мастера единоборств способны сделать все то же самое только безо всяких тросов. И ничего фантастичного в этом нет. Но чтобы научиться делать такое нужно посвятить всю свою жизнь единоборству. Борис Бойко утверждает, что даже сегодня в Китае есть такие мастера. Он постигал тайны цигун в Китае у мастера Шэньчжи. А тот в свою очередь учился у человека, который, как утверждают, способен летать. он еще со своим учителем летал на место тренировки, там большая река, и просто речок убрал своего крупного ученика молодого на плечи, они с ним через реку летели на холм, там занимались, потом он его в деревню обратно возвращал. То есть это звучит как просто сказки, но это вот уже в наше время, так сказать, было в 20 веке. То есть такие люди были и есть, просто они себя не афишируют. Тайное искусство монахов становиться легче пуха и переноситься по воздуху называется легкий цигун. Секрет легкого цигуна, как это нефантастично звучит, в изменении веса человека за счет специальной дыхательной гимнастики. С помощью нее, утверждает Бойко, можно правильно распределять энергию по телу. Если направить ее вверх, человек станет легче, если вниз, наоборот, тяжелее. Считается, что примерно на этих же законах основана и левитация индийских йогов. Мы попросили Бориса Бойко продемонстрировать некоторые элементы легкого цигуна на камеру. Сейчас на ваших глазах он изменит свой вес. Для демонстрации эксперимента Борис, который весит 73 килограмма, встает на оргстекло, под которым лежат два воздушных шарика. Сразу мастеру опыт не удается, шарики лопаются, однако с третьей попытки он уже буквально парит на шариках в течение 8 секунд. А вот эта техника называется жесткий цигун или железная рубашка. Повторять такое неподготовленным людям мы не советуем. Девушка упирает два копья с острыми железными наконечниками себе в шею. Прямо в еремную точку. Это самое слабое место, которое легко проткнуть даже карандашом. Тупые концы копий упираются в стену. На спину девушки Борис кладет две бордюрных плиты из бетона и бьет по ним кувалдой. Плиты раскалываются, а копья сгибаются, не нанося девушке ни малейшего вреда. Остается только кровоподтек на шее. А этот молодой человек также опираясь горлом на копье толкает автомобиль весом в полторы тонны. А вот это настоящий сэндвич из людей бетонных плит и досок обшитых длинными гвоздями. Ударами кувалды плиты разбиваются прямо на человеке, который лежит наверху этой конструкции. Человек, в грудь которого упираются гвозди, выдерживает нагрузку и удар и, как ни в чем не бывало, встает. На его груди нет ни малейших повреждений. Сам Борис Бойко способен с легкостью гнуть металлические мечи о собственный глаз и ломать деревянные палочки о горло. В жестком цигуне существует немало шокирующих испытаний. Монахи, бойцы, применяя техники цигун, безо всякого для себя вреда разбивают каменные плиты о свою голову или принимают удары в пах. С точки зрения сопромата и медицины что это совершенно невозможно. То есть это либо в лучшем случае повезет от тяжелейшей сотрясения мозга. А так скорее всего разрыв ткани смерти и так далее. Типа брызги мозгов. Но сами мастера утверждают это всего лишь первый то есть самый несложный уровень искусства цигун. Существует еще второй и третий уровни. Возможности мастеров высших уровней цигуна настолько фантастичны, что поверить в них обычному человеку очень сложно. Так называемый мягкий цигун, где человек размягчение ткани, где человек пролезает в маленькое отверстие. Допустим, ребенок не может пролезть через эту решетку, а человек подышал и проскакивается. В древние времена подобным искусством активно пользовались наемные убийцы Синоби из самого известного клана ниндзя. Это звучит невероятно, но многие их секретные техники не только сохранились в 21 веке, но и постоянно отдачиваются на улицах современных городов. Примерно вот так японские ниндзя штурмовали неприступные стены крепости и также выполнив задания ретировались от противников. Это паркур, искусство передвижения по городу с быстрым преодолением препятствий. А городские ниндзя, которые его практикуют, называются трейсерами. Считается, что ниндзя были специалистами в области передвижения, потому что им надо было куда-то попасть, откуда-то уйти, убежать и так далее и тому подобное. Поэтому, насколько я это понимаю, у них было искусство передвижения как средство для достижения какой-то цели. В общем-то, мне кажется, что то, что делаем мы сейчас, это в чем-то может напоминать, потому что напоминается то, что делали они. Поэтому да, в чем-то есть схожесть с легендарными ниндзя. На этих кадрах один из самых известных трейсеров планеты, британец Дэмиан Уолтерс. Кстати, ему довелось участвовать в съемках фильма о ниндзя. И, судя по этим кадрам, особенной страховки ему при этом не понадобилось. А вот так Уолтерс приводит в порядок свой гардероб. И садится в машину. Поразительно, но этот человек буквально взлетает и пробегает несколько метров по отвесным стенам. А вот такому трюку позавидовал бы даже Человек-паук. Впрочем, сами трейсеры свое искусство трюками не называют. То, что вы сейчас видите, называется элементами паркура. И каждый из этих элементов сочетает в себе и техники восточных единоборств, и легкую атлетику, и акробатику, и даже особую философию. Это философия развития духа через развитие тела. Одно из первых названий паркура и название первой команды это Ямакаси. В переводе оно означает, в переводе с одного из африканских языков, сильное тело, сильный дух. Ну, или мужчина с сильным телом и духом. То есть идея паркура это развитие физическое и последующее развитие духовное. Паркур слово французское. Оно означает полоса препятствий и считается, что его родина Франция. Основатели этой субкультуры Давид Бель и Себастьян Фуке действительно французы, но с восточными корнями. Именно поэтому во многих элементах паркура прослеживаются техники восточных боевых искусств. Например, то, что вы сейчас видите в паркуре называется ролл. Он выполняется при падении. Это страховочный кувырок через плечо для погашения удара и мягкого приземления. Точно такие же кувырки можно увидеть в Айкидо и других боевых искусствах. Мне кажется, что это прямая прямая связь паркура как раз вот этой части паркура приземлений с боевыми искусствами. Насколько я помню, в Айкидо это называется маокями. У нас это называется ролл. И, в принципе, многие способы тренировки, многие методы тренировки, развития именно тела, они фактически идентичны, ну или практически идентичны тренировкам в боевых искусствах. Армен один из первых российских трейсеров. Он и его друзья показали нам, как выглядят классические элементы паркура. Это волрон, то есть забег на стену. А прыжки обратно трейсеры называют дропами. Дроп с большой высоты всегда выполняется с последующим кувырком, роллом, чтобы не переломать себе кости. А вот это аккураси, прыжок на точность. Задача этого парня спрыгнуть с трансформаторной будки и попасть точно на узкий парапет в трех метрах от нее. Но, пожалуй, самое удивительное из того, что мы увидели, было вот это. В паркуре это называется петли. Поразительно, но трейсер без разбега прямо с одной точки прыгает на трехметровую дистанцию и при этом умудряется зацепиться руками за крышу высокой трансформаторной будки. Это американский актер Стивен Сигл. Помимо ролей в кино, он славится своими познаниями в восточных единоборствах. Правда, техники цигун показались Сиглу слишком мягкими, поэтому вот уже более 30 лет он занимается другим видом боевого искусства айкидо. Я уехал из Америки на восток в 69-м году, чтобы изучать единоборство и акупунктуру. Я ездил по монастырям, изучая буддизм и получая духовное наставление. С этого дня для меня все и началось. Так я себе это и представлял. Физическое развитие с помощью боевых искусств и одновременно совершенствование в духовной сфере. Сейчас вы видите, как Стивен Сигл проводит семинар среди мастеров японского боевого искусства айкидо. Несмотря на то, что это искусство считается самым гуманным видом единоборств, техника Сансея Сигла выглядит довольно изощренной и даже жестоко. Посмотрите. Сделав быстрый и незаметный захват руки противника, он с легкостью ведет его влево, вправо и даже заставляет лечь на пол. Сопротивления у противника не возникает вовсе не из-за уважения к звезде кино. Просто при малейшей попытке не подчиниться он испытывает сильнейшую боль. Принцип такого захвата на первый взгляд гениален и прост. Чем сильнее сопротивляешься, тем больнее тебе становится. Если противник попытается высвободиться, его рука будет моментально сломана. Эти элементы айкидо используются и в боях без правил. Сейчас вы видите, как Стивен Сигл тренирует чемпиона ММА в среднем весе Андерсона Сильву. Тот готовится встретиться на ринге с боксером Челлом Соннаном. И перед боем он решил освоить прием айкидо. Сильва опытный боец, но болевой захват Сигла просто кладет его на пол и заставляет бить по татами, что означает признание поражения. Как Сигл контролирует силу и движение нападающего мы узнали у Дэвида Эйрза. Он обладатель шестого и седьмого данов в различных стилях айкидо. Основатель британской школы Кэн Синкай. Раньше тренировался вместе с Сиглом и хорошо знаком с его боевыми техниками. Давай, следуй за мной. Поразительно, но для выполнения этих приемов мышечная сила практически не нужна. Эту технику вы видели в фильмах Стивена Сигала. Она называется Никадзе. Техника не работает, если вы используете мышечную силу. Он сильный, и я не могу его сдвинуть. Понятно. Давай, сильней. Толкай. Он тоже очень сильный парень. Спасибо. Мы посылаем энергию через тело партнера, чтобы ослабить его бедро. Когда я атакую эту точку, это очень интересно. Эта точка, которую я атакую, эта точка контролирует всю его силу в этой части. И поэтому для меня очень просто сорвать ему руку. Айкидо появилась в первой половине 20 века. Его основателем стал японец Мэрихей Уэссиба. Он просто взял и объединил техники всех известных ему самурайских боевых школ для того, чтобы слабое тело мог одолеть более сильного противника. Поэтому в основу своего искусства он положил физический принцип, который до этого не использовался ни в одном известном единоборстве. Это использование силы противника против него самого. Другими словами, чем сильнее враг, тем плачевнее для него может оказаться исход поединка с мастером Айкидо. Пусть даже этот мастер и не обладает достаточной физической силой и массой тела. Если коротко, если вы сопротивляетесь сильной энергии, то вас просто-напросто побьют. Но если используя правильные движения и углы, вы можете ослабить эту энергию и разрушить и поменять направление, тогда это все просто. Вот так выглядит классическое, то есть мягкое Айкидо в действии. Обратите внимание, ощущения того, что это настоящий бой, нет совсем. Просто потому, что в поединке нет приемов, для которых нужна грубая сила. Мастер как бы отводит прямые удары или просто уходит от них. Поразительно, но он как бы управляет массой тела противника, выводя его из равновесия и заставляя раз за разом падать на татами. Это простая форма, когда два атакующих. Секрет такой способности мастера в правильной траектории движений. Каждое движение, с помощью которого мастер уходит от прямой атаки, проходит по кругу или по спирали. Этот маневр создает центробежную силу, которая аналогична той, что сбрасывает предметы с вращающейся юлы или лопасти работающего вентилятора. Атаки как таковой в классическом айкидо нет. Все контакты и захваты происходят на уровне кистей рук и плеч противника. Иногда с последующим броском. К серьезным травмам они не приводят, поэтому долгое время в Японии считалось, что айкидо слишком мягкое боевое искусство и оно никак не годится для уличной самообороны. Но в 80-е годы американец Стивен Сигал доказал еще как годится. При этом в Америке в то время никто не знал о существовании этого искусства вообще. Для того, чтобы убедить японцев в их неправоте, Сигал создал свой собственный стиль реального, то есть жесткого айкидо. Для этого он отбросил некоторые восточные условности, совместив айкидо с американской концепцией боевых искусств, которая основана на силовых приемах. Основной принцип остается тем же направить силу противника против него самого. Но к этому добавились жесткие, быстрые и короткие удары. Ими мастер добивает упавшего противника. Этот жесткий стиль ведения боя доказал свою эффективность не только в схватках Сигала с Якудзо на улицах японского города Осаку, где он учился восточным премудростям, но и в реальных боевых действиях во Вьетнаме, где будущий мастер применял его против хорошо обученных партизан. А те, в свою очередь, в рукопашных схватках отвечали американцам не менее изощренными техниками. Например, вот такими. Разворот и поэтому вот эти техники в принципе применялось в джунглях, когда маленьким вьетнамцам приходилось воевать с высокими американцами. Поэтому задача была убрать у американцев главное их оружие по руке. когда он лежит, то есть он уже не имеет того преимущества, которое есть и более мелкие вьетнамцы могли это уже применять на боевом уровне. То есть борец сделал и тут же укатываешься в джунгли и никого не видно. Это самое известное вьетнамское единоборство Вавинам Вьетво Дао. Это синтетический стиль боевого искусства, созданный вьетнамским мастером Нгуэн Локом в 30-е годы прошлого века на базе различных старинных техник. На выработку тактики и приемов Вьетво Дао в первую очередь повлияли физические данные вьетнамского народа. Небогатырского телосложения вьетнамец должен был мгновенно выводить из строя тяжеловесного противника. Поэтому Вьетво Дао изобилует подсечками, подножками и вот такими ударами ноги в корпус. Слабая мышечная сила здесь компенсируется подвижностью, стремительными нападениями, ударами по болевым точкам и быстрыми отходами. Этот уникальный прием визитная карточка Вьетво Дао. Он называется ножницы. Вот так маленькие вьетнамские партизаны валили с ног знаменитых зеленых беретов. После того, как противник падал, вьетнамец применял другую технику, так называемую атаку лапами петуха, нанося согнутыми пальцами удары в горло и глаза врага. В 60-е годы, во время войны во Вьетнаме, техники Вьетво Дао были отточены до совершенства. Но как ни парадоксально, именно это часто мешает вьетнамцам выигрывать спортивные состязания по Вьетво Дао. Ведь в спорте слишком много ограничений и правил, а реальные схватки с применением Вьетво Дао правил не признают. Все эти люди Брюс Ли, Чак Норрис, Стивен Сигал, Мохаммед Али, известные монахи Шаолиня, очень разные и по воспитанию, и по характеру. И относиться к ним можно по-разному. Объединяет их то, что все они вошли в историю спорта и единоборств и нашли миллионы подражателей и поклонников по всему миру, которые, возможно, разовьют техники своих кумиров до еще более умопомрачительных высот. Ведь предела совершенства не существует. Вот чему можно поучиться на примере этих великих мастеров боевых искусств. мастеров 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 Продолжение следует...